Школа имени Пырерки в связи с реорганизацией получила новые возможности. Теперь в своих стенах она смогла принять и дом детского творчества. Он переехал в одно из пустующих спальных помещений. Теперь талантливые дети будут заниматься в светлых и просторных кабинетах, а для воспитанников школы имени Пырерки новое соседство даст возможность для творческого развития. Кроме того, переезд учреждения позволил сэкономить порядка 25 миллионов рублей окружного бюджета. Творить более чем 800 ребятишек будут на третьем этаже в одном из корпусов Ненецкой школы имени Антона Пырерки. В отремонтированных и приспособленных для занятий кабинетах. В чем плюс? То, что на третьем этаже у них будет отдельный вход. Они даже не будут заходить по тому входу, где заходят ребята. У них есть отдельный вход с улицы. Он называется пожарный. Но он в принципе оборудован. Там невысокая лестница. И они поднимаются на третий этаж, не заходя в здание интерната, поднимаются на третий этаж. Там площадь огромная помещений. Там раньше находилась начальная школа. Там пять огромных классов в 40 квадратных метров, 40-45 квадратных метров. Четыре кабинета по 26 квадратных метров и еще несколько кабинетов в 16 квадратных метров. Также сотрудники интерната предоставят актовый спортивный зал для проведения концертов и других мероприятий. Это лучший. На данный момент это был лучший вариант, так как нас не очень бы устроило, если бы мы были разбросаны по всему городу. Это вторая смена в школах. Мы бы тогда потеряли детей. Второй сменой у нас есть, кто занимается. Утренние дети бы не смогли. У нас очень много имущества. А здесь нам предоставили подвальные помещения под наши имущества. Мы уже подумали, что для летней площадки это тоже очень удобно, так как нам предоставят столовую в наше распоряжение. Да, здесь не будет детей, которые сейчас в интернате приезжают, но на лето разъезжаются. И здесь у нас будет своя спортплощадка на улице, своя территория. Максимальную поддержку при обустройстве новоселом оказали и сами хозяева помещения. Ведь многие воспитанники занимаются в Доме детского творчества. Мы с удовольствием ходим и будем продолжать ходить. Нас это не пугает. В общем, здесь дети обычные дети, как и наши. Это же не какое-то учреждение закрытого типа, типа исправительной колонии. Тут нормальные дети. Мы заходили в интернат. Я видела этих детей спокойные все, приветливые. Так что нам нечего бояться. Мы все понимаем, что это временные трудности. Нужно просто войти в положение. Ничего страшного здесь нет. Я обошла здесь здание. Мне тоже понравилось. Нормальное здание. Условия будут созданы. Естественно, сейчас они еще здесь только переехали. Я думаю, что все будет хорошо. Процесс творчества возобновится 9 февраля. По прежнему расписанию. А в середине месяца новоселы пригласят всех на День открытых дверей. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.